Ребята, всем привет! На улице зима, начало года Сезон охоты закончился, дай бог с ним Но никогда не заканчиваться на рыбалке Поэтому в этот субботный день мы отправляемся на жемчужину Южного Урала Кстати, такой спорный вопрос На озеро Увельды Потому что мы, жители Миаса, жемчужина Южного Урала, считаем Тургая Но мы едем не одни, а в компании И нас пригласили поехать на Увельды Поэтому едем на Увельды в попытках поймать редкую рыбу, которая называется рипус Едем восьмером Нас трое, я, Олег и Максимус Будем пытаться кого-нибудь поймать Едем на рыбалку с ночевой Куча обновок Все покажем, про все расскажем Поехали! Я подмастерье, я шикарно чищу, я уже почистил А я умею красиво есть Вот, Макс Мы прибыли на озеро Вот так выглядит наш шмурдяк Вот такие сани, которые я когда-то делал для того, чтобы довозить корма для кабанов Вот они нам в этот раз пригодились, уже три года их не трогаю Вот полные шмурдяка Взяли снегоход Взяли Серегу Рыжего Это наш профи, самый главный, ребята Я уже здесь год, наверное, четвертый рыбачил Этот человек сегодня нас будет учить рыбачить Ни фиг делать Ребята, вот еще одно знакомое лицо Помните человека, который знает всех гусей в Казахстане? По именам и в лицо Это тот человек, у которого я забрал паспорт, который копал мне ямы Сегодня я заберу у него паспорт опять, он будет сверлить нам всем лунки Ты готов? Ты размялся, нет? Я паспорт не брал, лучше тебе ничего не буду делать Я у тебя этих паспорт от машины заберу В прошлый раз я не пил Я тут, когда фестиваль-то был? Когда? После Нового года сразу Выиграл конкурс на бурение лунок на Увельдах на фестиваль Вот мы нашли человечка Самая быстрая рука на южном уровне Ни фига ты спрыгнул Так, ну что, едем? Едем Я смотрю точки прошлогодние, все же записаны У нас все ходы записаны? Ну-ка давай спалим всем Ага, все запомнили все? Карта не включена еще Все отлично Это не надо, еще с картой С картой каждый дурак сможет Ты без карты попробуй Так, Максим, идем за Серегой, он что-то сейчас нам секретное покажет Прям снег О, этот песок Речной Ну да На него будем ловить? А ты насаживать будешь? Конечно, как? Поплевал, посморкался, да и прилепил Не знаю, как у тебя это получится У меня, знаешь, какие клейки? Я бывал, а потом с утра встаю вместе с подушкой Ну и что там? Круглаки, это не родной песок ульдинский Так это все, ничего не поймаем Высыпай, конечно, ты что? Да не, не Пойдет? Для чего это, Серега? Ладно, давай Шутки в пружке прочь Песок делают первое для увеличения количества прикормки Мешаем сверхкормкой Да, второе, он, вот эта вот фракция, она падает, утяжеляет ее и она падает на дно быстрее А мы будем кормить сверху? Да Без кормушки? Без кормушки А на какой глубине будем рыбачить? Ну, это зависит от того, как он хочет Рипус То есть он сейчас тебе скажет? Мы будем его искать везде, по всей 30 метрам Нет, а, ну, я тебя про это спрашиваю, то есть сидеть будем на 30 метрах? Ну, примерно, да, может 33 даже где-то так вот будет Кошмар будет Ребята, чувствую блудняк, чувствую блудняк Ребята, смотрите, вот это сейчас все выстраиваются сачки увельдинские Увельдиномиасские сачки Кто не хочет тащить сам Ай, красавцы, вот сейчас веселуха будет Че поешь, Андрюша, молитву? Я песню А молитву ты спел, Магам? Я, да, вчера в прорубь укунулся Никогда не считается Все грехи смыты, я чистый Ну, так и че? Я вот даже А как это связано с рыбалкой? Знаете, патроны на границе, они, в принципе, тоже смыли Давай, привязывайся и поехали Ты посмотри, первые сани Раз Эти поменьше Эти поменьше Эти поменьше Тут вообще батон, блин Ты знаешь, что у кого меньше всего сани, тот меньше всего и поймает Что, рации-то взяли, нет? Да У тебя есть? Нет Кирилл, у тебя есть? У всех рации, да? Да Да, ну, Серега, он отдельно в палатке Я понял, ну Как перекликаться, как будем? Ну, позывные сейчас, что? Кто-то тюлень Я нажимаю Нормально, все, начинаем, начинаем Ребята, как и обещал, рассказать про обновки Обновка номер один, это палатка Палатка Екатеринбургской фирмы «Медведь» Наши земляки делают вот такие палатки А что это вы делаете, парни? Ты-то поняту со фигней занимаешься Эта, электроудочка Сейчас рыба сама пойдет в ломку А ты сейчас рядом разбуриваешь, чтобы она в нее выпрыгивала? Конечно, испугаем Тихо, тихо, тихо ты У меня что-то рыбачит Серый там что-то тоже колдует, блин Вот шаман, а Серега, что делаем? Объясняй хоть людям-то Для чего ты собираешь эхолот по кускам? Сейчас будем искать рыбу Так-так-так-так-так-так 33 метра Рыба на тридцатке Все, расходимся, расходимся, ребята Ныряем на тридцатку, да? Как говорит наш курганский Сегодня ныряем на тридцатку, это нормально Неглубоко Серый А мне же надо было сначала лунки просверлить, потом палатку ставить, да? Ну, у тебя вот эта палатка позволяет это сделать там, просто гемора больше Почему? Ну, снег, шугу, вытаскивай, все это У меня же, я понял Как-то сухо все, я вот вытираю все У меня дотошно до этого, знаешь? Я тоже такой же, я сейчас буду переставлять ее Не, ну, а что, ночь долга Ну? Больше всего я не доверяю людям и рыбам Рыбам туда, подожди То есть, я же сейчас все устряпаю, весь пол улью там, если начну сверлить Вот, вот, я поэтому вот не люблю вот это делать Мне это сразу не нравится Все, переставляемся Ребята, широкая юбка Сейчас я ее посыплю снегом И все Давай, рассказывай, он только что нам рассказал секрет Что мы сейчас делаем? Мы сейчас хочем посмотреть, есть ли здесь Вот мы сделали треугольник И будет ли вот здесь, вот, около вашей палатки Потому что там, пацаны, показали, вроде есть Но я не знаю, что у них там за это Максим, неси эхолот Где эхолот, Серегин? Вон он Я тебе сам скажу, подожди, вперед Слушай, мы же можем сейчас Трррррррр confirmed Убежал Серого заточенный эхолот Вы мне предложите реквамировать Гармин? Я с удовольствием буду это делать Нет, Гармин нам не платит Гармин нам не платит Гармин не платит, да? Так, 34 метра Где рыба, показывай Ну вот это вот старый, этот, старый сигнал идет Еще покажу Вот здесь её нет. Её сейчас нет, она просто отошла в сторонку. Ну где-то вот она видимо локально есть и не факт, что она сейчас появится. У них смысл кормления именно вот в этой вот движении, чем больше она проплывет, тем больше она захавает. То есть это такой пелагик, который постоянно в движении. Что-то типа того, но пока светло. Вот смотри, видишь сразу, вот она пошла. То есть это рыба, да? Это рыба 100%. На глубине 27 метров, 28. Да, где-то так. И были здесь ещё. То есть стабильно вот она здесь есть, там её нет. То есть надо ставиться сюда? Ну теоретически да, но одна полоска... То есть я так понимаю, что ещё надо парочку проставить и тоже попробовать. Можно проверить, да? Нам не нужны случайности, но удачно себе планировать. А что делать ребятам, у которых нет эхолотов? Купить. Ну, они просто надеются на свой опыт и садятся туда, куда душа у них там подскажет. Понятно. Я знаю как. Детский сидел. Давай, запускай, отец сидел. То же самое, 30 метров. Только там, там 28, здесь 30 было. Такая же полоска. Ребята, перед тем, как рыбачить самому, надо всё выведать у профессионалов. Профессионал у нас серый. К нему пришёл в палатку. Смотрите какой. Вообще просто дом. Тут вообще какая-то вот смотрите. Раз, два, три, четыре, пять лунок. Профессионал только три. Ну да, это вот это или когда вдвоём рыбачишь. Ну, что не так удобно. Или когда лещ. Вот это всё удочки лещовые стоят. Так он, наверное, когда лещ-то клюнет, он все пять и соберёт. Ну, если ты как бы не этот, не болтус. Не лупаноид. Ну, типа того. Надо успевать как-то делать. Я понял. Молодец. Давай, рассказывай. Значит, я подождите. Чё я уже знаю, ребят. Давайте, я выведу. Чё я знаю. Я вижу уже, смотрите. Варёный мормыш. Варёный мормыш перемолотый и смешанный с песком. Нет, ещё не смешанный. Пока мне просто не дошли руки. Вон оно, ведро. Я сейчас сделаю. Давай. Это. Ты спрашивал меня про вот это вот. Давай про снасть рассказывай. Ты вообще про снасть рассказывай. Смотри. Почему хлопушка? Ты задавал мне вопрос. Да, почему хлопушка? Вот такой вот кивок. Потому что глубины огромные. Ну. И если будет это вот так вот уходить, ну так сказать, вот так, но как у обычной удочки, то мы просто его не просечём. Есть ребятки, которые просекают. Ну, супер гуру. Вот. Но мы как-то вот нас как учил, мы по чайке все. Вот наша компания. Все с такими? Да, все с такими. Блин, а чё так жарко у тебя? Как ты сидишь-то? А давай убавим. Просто я пока вот стартовый, так сказать, за корм. Загрев. Ну да. Стартовый загрев. Мы сейчас все это дело раз. Вообще капец жараблим. Тут не то, что футболки. Тут хочется просто в шортах сидеть. Оп. Все и пошло. Так. Окей. Значит, давай про снасть рассказывай. Глубина, как вы видите, 34 метра. Почти 34. Да. Рыба на... Рыба все пошла. Смотри, вот уже пошли сумерки. Вот если ты в дыр посмотришь, сумерки. Еще не очень как бы. Сейчас она начнет активизироваться, да? По идее, да. Нифига у тебя грустно. Сколько ты говоришь? Какие тут 2,5 грамма? Тут больше. Ну здесь не более 3. Более 3. Ну хорошо, ладно, 3 грамма. Так, основная леска какая у тебя? Вот это вся гирлянда сделана из 0,12. Да. Потому что сейчас глухозимье пошло. 0,12? Да. А у меня по водке 0,10. 0,1. Мы так только в тургайке рыбачили. Вот. И то, когда не было. То есть вот сейчас вроде как-то что-то вот там пошевелить. Я понял, низкий. То есть сначала идет крючок. Да, мы традиционно на нижний насаживаем живой мормыш вдруг сега. Да ладно. Как нефиг вообще. Ловил когда-нибудь? Ловил. Ловил парочку, несколько у меня сходило. Так, окей. И потом через каждые сколько? Я сделал в этот раз через метр. Это свежая гирлянда. Сейчас мы будем испытывать одно ноу-хау. Не знаю, походу китайское или японское. Это бисер? Нет. А что это? Это силикон, короче, съедобный. Это подарок с фестиваля Вавилединская ночка. Так, и что получается у нас? Дабы заменить опарыш. Съедобный силикон? Съедобный силикон. Прикольно. А в случае опарыша, соответственно, ребят, я вам сам свой секрет расскажу. Серого не слушаем. Короче, берется мормыш. А нет, не мормыш. Смотри, я сейчас это же сделаю. Да, ловят на опарыш. А традиционно на увильдах. Это традиционное как бы. Нет, а зачем ты этого? Выбираем мужика. Мужика? Да. Это который... С яйцами. Понял. С большими. А ты знаешь, как умотали мужика определить? Нет. Между зубов засовываешь, если яйца зацепляются. Вот так, да? Ну да. Я понял, да. Ты у Вавилединской сказки, ребята. Ну да. А зачем ты его туда насаживаешь? Мы же на опарыша рыбачим. Нет, мы не знаем на сегодня на что он будет брать. Вот так даже? Да. А я опарыша насадил уже. Нет, ты всю гирлянду забил. Да. Но это ошибка. Я понял, ребята. Мы так быстро проиграем. Мы так быстро проиграем. Поэтому мы сейчас будем. Я могу гирлянду забить буквально вообще всем. Вот здесь в целой коробке вот это, это оснастки. Вот это вот тоже. Пластмасс, пожалуйста, вот так берём. И туда её бросаем? Не-не. Улыбаемся вот этому весёлому человечку. Её просто. И погнали дальше. Вот это всё снасти. Короче, ребята, это не просто снасти, это увильдинские снасти. Это всё вот для этой вот рыбалки, для того, чтобы поймать вот одну рыбку. Да. Один вид рыбок. Ну, по идее, да. О, посвежее стало. Ну, это я убавил. Так, что я хотел-то? Ты хотел опарыша посадить. Да, да, да. У меня есть ещё на сегодняшний день один прикол. Я от детской игрушки обнаружил очень штучку интересную. Ты сломал у ребёнка игрушку? Да он сам её сломал, блин. А ты обрадовался и забрал какую-то фигню? Я её спрятал в ящике сначала. Она там пару лет полежала. И теперь я про неё вспомнил. Я понял. Так, это всё-таки силикон. Да. Так, а крючки какие у тебя? Расскажи-ка. Это традиционный ещё по чайке Япония. Якура 50, 434. 0,39 толщина проволоки. Их потом начали браковать, но мы много лет на это рыбачили. Потом говорили, что они сломались. Всё, я понял. Не продолжай. А можно вот сейчас забегая вперёд посмотреть твою кормушку? Я вот вижу, она такая прикольная лежит, да. Это НПО наше делает. Мяски. А как она работает? Покажи. А смотри, вот мы сюда корма спаем. Ага. Тут неодимовый магнит. Мощный. Всё, то есть вот он закрыл. Воду опустили. Всё. Всё выдалось. Офигеть. Наши НПОшники делают? Продают? Продают, да. Пацаны делают. Надо мне заказать такую. Вот. Ну я телефон тебе найду. Найди, пожалуйста. Я никому не скажу, ребята. Никому, даже не просите. Даже в комментах не пишите. Никому не скажу. Блин, где, 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 где? А, здесь, вот здесь. Ты когда-нибудь уже опустишь удочку, нет? Или это так вот традиционно должно быть это вот? Нет, ну а как? А зачем её опускать пустую? Подожди, то есть мы насадили вниз живого мормыша, дальше варёного мормыша. Не варёного? А, варёного, да. А ты знаешь, как в Кургане мормыш называется? Ты знаешь, что они не знают, что такое мормыш? Живой рачок-бокоплав. Нет. Они называют его горбунец. А, горбунец. Да. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас называется вот такой вот рачок. Вот мои курганские друзья не знают, что это мормыш. Так, это что такое? Это детская игрушка. Её просто. Это, мне кажется, червяк какой-то. Вот. Силиконовый червяк. Только цвета оранжевого. А где этот? Вот она. Так, здесь у нас насажен силикон. Серый, ну, судя по тому, у тебя просторно, мы к тебе придём жарить рыбу, когда ты её поймаешь. Не вопрос вообще. Ну и возьмём плитку и ночью придём к тебе жарить. Слушай, я вот ещё слышал, что рипус клюёт и днём, но весной. Да. Потому что попадает кислород под воду. И он активизируется, да? И он активизируется, и он начинает жрать. Молодец. Друзья, должен вам рассказать, что ещё один секрет. Вся рыбалка идёт всегда с лампой. Вон, видите, подо льдом висит лампа. Она с реостатом, то есть у неё регулируется яркость. Да, можно даже покрутить. Не буду я ничего крутить, а то сломаю. Хотите, я расскажу секрет? Я его уже выведал. Свет должен быть тёплый. Жёлтый, да? Да. Как солнце. Как луна. Имитировать луну. Может быть луна. Но, блин, опять же, через снег. Вот посмотреть очень охота. Как видно через лёд луну. Так, давай, навернём посмотрим. Блин. То есть думаешь, всё-таки сколько? Давай не сесть. Ну ладно, давай отложим. Давай в следующий раз. Давай. Так, ну, смотрите. Серый чередует детскую игрушку красную. Сейчас опять буду забивать этот. Мормуш. Посмотри, пока я не пойму, на что он сегодня будет клевать, я не успокоюсь. А он будет сегодня клевать? А он будет сто пудов клевать. Он же хочет есть. Он не может не есть. А сколько у тебя крючков на гирлянде? Десять. Десять через каждый метр. То есть из тридцати метров глубины ты десять метров... Я горизонт в десять метров закрываю сразу. Всем чем угодно, да? Угу. Так, я понял. Ну вот его прибило, вот его прибило ко дну. Почему? Он поднялся шестнадцать метров, полоса идет. Непонятно, это может даже чебак быть. Чебак тоже будет клевать у нас. А он тебе нужен? Нет, мне рипус нужен. Так, ну вот наконец-то Серега размотал всю гирлянду. Размотал ее примерно на тридцать три метра. И начинает играть. Руки пока трясутся. А ты видишь гирлянду на эхолоте? Я вижу грузик. Вот она, пока эхолот не забитый рыбой, еще можно что-то понять. Вот и весной, когда рыбы мало, то есть вот ты днем рыбачишь, она вся прибитая к дну. Как-то более-менее можно увидеть. Так, ну все, ребята, я пошел полученный опыт воплощать к нам. Вот так, ребята, и рыбачим. Сидим. Друзья, мы просидели несколько часов, пока безрезультатно. Серега садит в соседей палатке в трех метрах от нас и ловит. А мы с Олежей два лупаноида. Пока поймать не можем. Но зато сидим, смотрите, с каким комфортом. Благодаря трехслойной палатке от компании Медведь, мы сидим с таким комфортом. В тапочках. Короче, ребята, все классно, все комфортно, все удачно. Не хватает одного рыбы. Но тут что? Но мы взяли денег. Нет, серый-то ловит, значит рыба есть. Причем Серега ловит где-то метров от трех из-подо льда и до десяти. А мы пытаемся поймать сейчас оттуда, снизу, с тридцати. Четырех. Пока у нас это не получается. Первый крючок. Так вот пошла. Давай. Бери. Взял. Все, тяни дальше. Можешь вам… Вот он. Вот тяг-яг-яг-яг-яг-яг-яг! Вино сейчас привезут Она сказала, что она мне даст Игорь, смотри, я окунулся в прорубь вчера Сел рядом с Олегом А у тебя поклевка была лучше И сразу сошел Хочешь, рядом сяду? Друзья, мы продолжаем пытаться поймать Рипуса И мы продолжаем рыбачить с комфортом Благодаря нашим друзьям из компании Медведь Пришел Макс Телефон уже у Андрюхи сел Макс пришел и решил лечь спать Макс сказал, разбудите меня, когда начнет клевать Помаши ребятам Покажись хоть Всем привет Так, что ребята, я пытался поймать что-нибудь сверху Сверху у меня в очередной раз ничего не клюет А у Олега в очередной раз клюет Снизу Поэтому отправляемся вниз У меня клюнула чуть повыше, чем сам внизу Но еще-то как-то мы ничего не понимаем Нам их эхолот одни сигналы шлет Рипус, другие А у тебя? У меня тишина тоже так Бум И у меня бум Ребята, я решил поменять оснастку Наживку У меня сейчас вареный мормуш Я решил насадить Вареного опарыша Почему он вареный? Потому что он действительно Ошпаренный, кипятком И стал он такой, он побелел Белый-белый Макс, не буянь Макс уже спит Мы с Олегом Просидев 7 часов Уже поймали одного Рипуса Олег отличился У меня еще все впереди Он долго его убирал Да, я не теряю надежды Каждый вареный опарыш Режется на три части Получаются вот такие белые бусинки Вот такие белые бусинки Которые я сейчас буду насаживать на крючки Друзья, я хочу дико перед вами извиниться Я только что поймал первого в жизни Рипуса На зимнюю рыбалку И не снял его Ой-ой-ой, кто-то идет к нам Кто там? Это Кокоджамба Кокоджамба пришла? Здравствуйте Кто ты Кокоджамбал? Администрация Водоема нашего Приносят свои поздравления И Пошли тебе приподнести Из погребов Мясо Слушай, вы заградников В Челябинске Скажите, а вы всех там поздравляете? А дегустируйте Только вас У нас гость Редкий Первый Рипус Держите Благодарю вас Откройте, пожалуйста Можете это на улице и сделать Открикам, а дальше Вот Олежа тянет Вот началась гирлянда Блин, слетел что ли? Только что бился А вот Все перепутаю сейчас Вот такой вот Рипус Повельдинский, друзья Боевой Да, мелкий, конечно Но что делать Все Зато вкусный Как хурма Кто-то собирается Ребята, у нас В наших рядах пополнения Андрюха пришел Он говорит, знает каждого Рипуса В этом озере Как гусей Как гусей в Казахстане Друзья Ну что ж Времени пол третьего Вот весь наш сегодняшний лук На троих На четверых Да, Максим? На четверых, сынок Я тоже поймал Самого мелкого, малыш Я поймал Мы решили пожарить Нашего Рипуса На сковороде Потому что это Самое вкусное Что может быть Я почистил Рипуса Прямо здесь В лунке Сколько это сыпать? Ты еще моро Моршов с добрый Кукуруза Боже Да Нет, у нас все по-простому, друзья Просто соль Он очень вкусный Давайте сейчас Может быть еще одного Успеем поймать А если так прет-то? Если так прет вообще Слушай, ну выглядит Очень красиво Конечно красиво Так а будет вкусно? Так, значит Шеф-повар У нас сегодня выступает Олег Я подмастерье Я шикарно чищу Я уже почистил А я умею красиво есть Макс, а как я? Могу? Ты тоже такой мяч? Так Ну а если ты В моей команде Сейчас потянется рыжим Он тоже прибежит Если запах до серого дадет Что ты сейчас с этим палатками просмешься? О, да Я говорю Я тебе говорил Открывать палатку не надо Надо было палатку открывать Выключаю свет Газ вырубать И все закрывать И все закрывать Вот смотри Вот смотри Как раз учу Залетел А не смотри Я тут проснулся сразу Тут проснулся Столько засморчало На сковородке Тут я ходил Пел Сжал Орал Никто не просыпался Друзья Время 6 утра А мы так С Алежей Не смогли победить Этого Рикуса И ответить на вопрос На что он сегодня клюет У меня на гирлянде Насажены Рубленные на три части Ошпаренные опарыши У Олега Вареный мормуш Вроде и у того И у другого Иногда Иногда Что-то там проклевывает Но результат Три рыбки У меня одна У Олега две Ладно хоть не за 800 километров Уехали А всего за 70 Результат непромысловый Вообще Но зато мы его Покушали Этого Рикуса Вкусили Вкусили Зачет я считаю Уже